Итак, дорогие друзья, полным ходом у нас идет завершение сдачи дома общей сложности 300 квадратных метров. Сейчас пока промывает аппарат, хотел буквально 5 минут затронуть ваше внимание. В одном из таких наподобие роликов, когда я показывал, что творится у нас на объекте при сдаче, один подписчик написал, что это ваша вина, почему такое творится, что у меня на объекте все идеально, что то, что у вас происходит, это исключительно ваша вина. У меня такой вопрос к этому подписчику, что чья наша вина? Вина маляра, в данном случае мы малярные работы делаем. То есть в отношении качества малярки у заказчица вопросов нет. Тогда возникает вопрос, чья вина? Я считаю, вина однозначно того человека, который должен был объединять всех рабочих. Это прораб, которого не существует у нас на объекте. То есть у нас есть исключительно отдельные рабочие, которыми руководит заказчик. Вот это, в данном случае у нас сегодня гарнитур сделали. Здесь вот остался их инвентарь, мусор, то есть все они производили. Потом сантехники были, которые тоже устанавливали в три санузла сантехнику, тоже бегали по всем этажам. Это помимо того, что я говорил, лестничники, дверщики. Вот, все параллельно. Я буквально сейчас, буквально сегодня произошло два момента, по которым мы бы, нам бы пришлось переделывать то, что мы делали. Вот, сверлили вот эту дырку коронкой. Дрель сорвалась, полетела. И, короче, чуть-чуть бы в стену не ударила. То есть ударилась в плитку. Не знаем, конечно, что на плитке, но надеюсь, все нормально. Как бы пакет целый. Но сам факт, что могла бы ударить в стену. То есть неприятный такой момент. Вот, это все понятно, что спешка. Вот, у них тоже сегодня последний день был. Они все спешили, гнали. Чья вина? Ну, не знаю, чья вина. Все тесно, все по соседству с финишем. Вот, стены у нас уже здесь. Плинтуса все покрашены, все готово. Вот. Это первый момент. Второй момент. Пойдемте на второй этаж. Покажу вам, что у нас на втором этаже сегодня могло произойти. Вот здесь тоже у нас финиш. Вот. Но везде такой творческий беспорядок. Вот, параллельно к этому полным ходом собирается мебель. Видно, вон на стены матрас облокотили. Вот здесь тоже грядушка на стене. Ну, так как это заказчики делают, то им можно. Вот. Но я к тому говорю, что кто виноват. Что может какой-то произойти косячок. Вот. Что здесь произошло? Здесь устанавливали сантехнику. Не знаю, что здесь пилили. Но начали болгаркой пилить какую-то трубку или болт. Не знаю. Вот. Пилили, пилили. Мы их предупредили. Здесь не пилите, идите на улицу. Потому что здесь у нас натяжной потолок. Если что-то где-то вылетит, это все. Переделки. Это молдинг надо снимать, перекрашивать, перетягивать. То есть много заморочек. Добавок ко всему у нас ламинат, обои. Все маркое, ранимое. Вот. Но сантехник не послушал. Вот. Он стал в коробке это делать. То есть коробок поставил и в коробке начал болгарить. Что если что-то разлетится, то в коробок. Но произошло то, что диск разлетелся. Диск разлетелся прямо до основания. В этот момент я находился здесь. Подшпакливал плинтус. Вот. К счастью, сразу же моя первая реакция была это посмотреть на потолок. Вот. Благо он в коробке это делал. То есть все вроде бы прошло нормально. Вот. Хотя я сразу представил переделку. Если бы в потолок отлетело хоть какой-то фрагмент диска от болгарки. Вот. Поэтому вот такие вот два момента буквально сегодня чуть не произошли. Вот. Я считаю вина это то, что спешка первое. Второе. Нету организации. Организации. То есть должен один человек быть, который всех объединяет. Это прораб. Прораб, дизайнер. Который должен говорить. Так, этот посиди, этот выходи. То есть вот в таком жанре. А не так, что под финиш. Все мы здесь толкаемся. Буквально там что-то пилят. Тут же красят. Вот это все. Кто-то герметиком проходит. Кто-то клеит. Кто-то ставит. Все. Ну. Честно говоря, душа. Сердце кровью обливается. Вот. Вот. Для наглядности хотел вам продемонстрировать. Буквально. Сегодня что могло произойти. Вот здесь будет натягиваться натяжным потолком. Поэтому вот такой здесь недоделанный элемент остался. Вот в принципе все. Все, что хотел показать. Пошел домывать аппарат. Спасибо всем за просмотр. Продолжение следует.